Видео о том, как выступали на Спартакеаде Яна и Валера по первому разряду с произвольной программой. Первым посмотрим выступление Валеры. Начинает с вольных упражнений. Первая диагональ, разбег, рандат, фляк, два винта назад. Интересно выступление Яна и Валеры тем, что они занимаются всего лишь три года. Пришли в девять лет и вот попали в финал Спартакеаде. Так, Валера выполнял половину винта вперед. Бланш вперед, поворот на 180 градусов. Дальше рандат, фляк, бланш. И хорошо справляется с акробатической частью, точное приземление показывает. И вот выполняет неакробатическую часть. Гимнаст в первом разряде должен показать как акробатику, так и вот такие вот стойки или какие-то равновесия. Как в данном случае параллельный угол делает Валера. И справляется с ним хорошо. Переходит в заключительной диагонали. Так вот и для Яны и для Валеры попадание на сами эти соревнования было уже очень большим достижением. Они прошли отбор и оказались в финале Спартакеаде. Это всероссийские соревнования по спортивной гимнастике среди первого разряда. Хорошо сделал. Соглашусь с девочками. Для Валеры эти вольные были очень даже неплохими. Два винта он выучил буквально не за долго до поездки. И следующий снаряд конь-махи. Тоже не сложная, совсем не сложная комбинация, даже простейшая. Но для Валеры самое главное с ней справиться. Она ему редко удавалась в подготовке. Вот он сделал скрещение. Теперь делает проходку вперед. Противоход. И соскок за ножкой. Здорово, что справился. Зачастую он падал в подготовке. Следующий снаряд кольца. Подкидывает его мой коллега Иван Владиславович. Делает вкрут. Элемент требующий очень хорошей гибкости плечей. Дальше выкрут вперед, подъем махом назад в упор. Угол. Спичак. То есть стойка силы на кольцах. Дальше большой оборот в стойку на руках. Чуть-чуть подсгибает руки Валера. Но справляется выкрут и двойное сальто в соскок. Доволен своей комбинацией Валера. Следующий снаряд. Опорный прыжок. У Валеры опорный прыжок. Переворот вперед. Сальто вперед. Разбегается. Прыгает и крайне неудачно. Но на попку приземлился. Дальше. Брусья параллельные. Подъем разгибом в угол. Спичак. Если прыжок у Валеры был очень простенький, на брусьях он хотя бы что-то серьезное делает. Ну, простенький относительно тех, скажем, ребят, которые занимаются с самого начала. В гимнастику лучше приходить в 5-6 лет. Некоторые приходят и значительно раньше. Но для себя Валера делает достаточно сложную гимнастику. На брусьях мы видим даже с двойным сальто закончил. И тоже успешно. Без падений. Достаточно чисто выполнен. Ну и заключительный снаряд. Это перекладина. Выполняет он оборот в стойку. Дальше идет обороты назад. Смена направления. Смена хвата. Называется Келлеровский поворот. После этого он выполнил закладку вперед. Называется Энда. Закладка назад. Штальдер. И готовится к соскоку. Соскок. Двойное сальто с винтом. Доволен выступлением Валеры. Одна серьезная ошибка у него была. Падение на прыжке. Посмотрим, что выполнит Яна. Яна как раз тоже начинает свое многоборье с опорного прыжка. Выполнять она будет другой прыжок. Не как у Валеры. Это прыжок Рандат. И сальто назад углом. Полтора сальто. Называется Цукахара углом. В гимнастике. Хорошо выполнила. Следующий снаряд женского многоборья. Это разновысокие брусья. Смотрим, чем начинает Яна. Подъем разгибом. Отмах. В стойку. Оборот. В стойку. Поставить. Снять. Смена жерди. Дугой. Дальше большой оборот. Большой оборот с поворотом на 360 градусов. И соскок бланш. Грязновато, но самое главное справилась и не упала. Для нее это хорошо. Следующий снаряд. Бревно. Бревно это очень коварный для девушек снаряд. Ширина бревна всего 10 сантиметров. И он требует очень классно развитого равновесия. В мужском многоборье такой же технический снаряд. Это конь махи. Так. Мы видим Яна начала со спичага. Высокий угол. Дальше делает маховая ассорт вперед. Это сложный элемент группы Д. Дальше делает маховая боком. Но представьте подобный элемент. Далеко не каждый может научиться еще на вольных. А Яна выполняет его на бревне. Дальше разножка и сальто назад. Сальто назад напоминаю на бревне шириной 10 сантиметров. Неплохая по набору элементов Яна комбинации. Вот она сделала поворот. На 180 градусов тоже специальное требование. Дальше фляк бланш. Выполнен ее очень хорошо. Вот прыжки не очень хорошо удаются. С растяжкой пока есть еще вопросы у Яны. Во всяком случае в прыжках. Ну и все сложные элементы для нее выполнила. Соскок планшом. В общем, это очень круто, что Яна выполнила бревно. Без падений на крупных соревнованиях. Это дорогого стоит. Дальше вольные упражнения. У девочек они делаются под музыку. Поэтому я не буду особо комментировать. . Крышка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как тебе выступление, девочек? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Напишите, чье выступление вам больше понравилось. Яны или Валеры? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА